Добрый день, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моём канале, на канале Алики Мирной. Итак, у нас с вами второй прогноз. Карта дня на 2 мая 2023 года. Давайте с вами посмотрим, какой это будет для нас день, что он нам принесёт. Прогноз у нас для представителей всех знаков Зодиака. Итак, 2 мая 2023 года. Общая карта дня. День завершения чего-то. То есть здесь человек уже получает какой-то конкретный результат. То есть то, над чем вы трудитесь, то, во что вы вкладываете очень много сил, что-то вынашиваете, допустим. Вот в этот день вы получаете уже результат вот этого всего. То есть что-то рождается новое. Ну или кто-то рождается, да? То есть возможно рождение ребёнка, допустим. Возможно рождение проекта, нового дела, там, оформление на новую работу. То есть здесь идёт как переход определённый. Что-то завершается, но что-то начинается. Что в позитиве? Выгодное предложение. То есть скорее всего, что в этот день вы можете получить выгодное предложение, финансовые какие-то переводы, допустим. Так, что здесь ещё? Цены какой-то, подарок. Либо у вас предстоит какая-то, вам предстоит какая-то встреча достаточно серьёзная, которой вы будете подготавливаться. И в принципе встречи, я так думаю, ну мы посмотрим ещё, но я думаю, что встреча по этим картам, думаю, что пройдёт неплохо. То есть тут должен быть какой-то уже конкретный результат. Ну давайте посмотрим, что в негативе. В негативе, знаете, может быть желание оставить всё как есть. Не использовать свой опыт, не вкладывать что-то в какое-то дело, допустим. А знаете, приберить что-то возле себя. То есть не отдавать это, не развивать что-то. Знаете, как будто бы человек, имея возможность перейти на какой-то другой уровень, начать что-то в своей жизни новое, он решает оставить всё так, как есть. И как будто бы пополнить вот эту связку ключей ещё одним ключиком. И вот сидеть с этой связкой. Ну и дальше что? То есть вот наоборот здесь должно быть какое-то развитие. Здесь должен быть какой-то именно процесс. А в негативе будет нежелание воспользоваться теми возможностями, которые вам даются. Хорошо. На что следует обратить внимание? Ну, смотрите, тут встреча, застолье, исполнение какого-то желания. Не обратите внимание на то, что вы едите, на то, что вы пьёте, на качество еды, питья. То есть что-то здесь вам нужно будет пересмотреть. Так, что здесь ещё? Обратите внимание на ваших друзей, на людей, которые рядом с вами. Что в личных взаимоотношениях? В личных взаимоотношениях день достаточно такой спокойный. Продвижение вперёд есть, но очень мелкими такими шагами всё как-то неспешно развивается. Развитие есть, но очень-очень медленное. Также здесь вашему партнёру или партнёрше потребуется какая-то помощь, поддержка в том или ином вопросе. Так, хорошо. Давайте посмотрим, что же в рабочей сфере будет 2 мая. Ну, всё будет в порядке. Во-первых, вы себя как-то зарекомендуете, проявите, как достаточно такой хороший специалист. И вы зарекомендуете себя. О вас будут говорить. Притом, знаете, вы производите впечатление человека, который успевает всё и сразу. То есть вы выполняете как будто очень много дел, очень много поручений. Всё как-то успеваете вовремя оформить, сделать, договориться. То есть на самом деле я не исключаю, что вас ещё и будут ставить в пример кому-то. Так, что... А, есть ли запланирована встреча на 2 мая? Как она пройдёт, запланированная встреча? Встреча пройдёт хорошо. Встреча пройдёт хорошо, вы сможете договориться. Ну, вот, опять же, мы видим здесь встреча, что в позитиве. И тут у нас, скажем так, хорошая карта, да, королева кубков. Это, возможно, кто-то поможет вам в чём-то, да, окажет какую-то поддержку, посодействует, посоветует что-то. Направит вас по нужному там направлению, адресу, допустим. Примет вас, выслушает вас. То есть и в то же самое время здесь речь идёт не только о том, что всё будет именно для вас хорошо. Но и человек, с которым вы встречаетесь, да, вас очень заинтересован. Вы ему необходимы. То есть тот, как взаимовыручка может быть. Можно ли давать деньги в долг? Можно. Можно ли брать деньги в долг? Можно. Можно ли брать деньги в кредит? Нет. Так. И общий совет карт для всех нас. Ну, будьте, будьте внимательны, да, прислушивайтесь к себе, к своей интуиции прежде всего. Уделяйте время вашему дому, вашей семье. Совет. Совет. Выйти из тени, да, то есть проявить себя. Также обратите внимание, что у нас 5 числа, да, 5 мая будет лунное затмение. То есть совет. Может быть, какие-то дела нужно перенести на, допустим, какой-то день после того, как состоится это лунное затмение. То есть как после 5 числа. Или то, что вы начнете делать, даст какой-то результат вот после 5 мая. То есть тут идет привязка, вот мне кажется, к этому лунному затмению. Ну, давайте посмотрим. Да, вот как развитие каких-то дел, развитие чего-либо будет у вас после вот этого лунного затмения, которое состоится 5 мая. То есть не останавливайтесь, действуйте, работайте, стройте там какие-то планы, я не знаю, у каждого свое. Ну, а просто вы должны понимать, что если сразу что-то у вас не получается, то есть, может быть, вы должны получить какой-то там ответ или еще что-то. То есть это, скорее всего, что будет после 5 мая. Так, окей, дальше. Смотрим послание фей. Прощай, старая, здравствуй, новая. Ну, вот карта мир нам об этом и говорит. Вы прошли определенный этап. Теперь начинается новая жизнь, которая будет еще лучше. Ну, слава богу. Вот так вот. Феи, видите, какую информацию нам дает. Давайте дальше посмотрим. Дальше посмотрим. Карту дня для каждого знака зодиака. Раки, я надеюсь, что я не пропущу вас. Все, я уже поняла. Иногда пропускаю. Почему-то именно раков. Вы меня, конечно, извините, это не специально. Так, смотрим. Овны, карта дня для вас. Овны, овны. Ну, для овнов хороший день. Здесь исполнение какой-то мечты, какого-то желания. Какие-то планы ваши будут реализовываться. Очень много времени и внимания будете уделять какой-то информации. Может быть, будете читать какие-то новости. Или будете выступать на публике. Или оформлять документы какие-то будете. Вести переговоры можете. Как на дальнейшее. Заниматься вопросами рекламы можете. Но какая-то вот информация от вас на этот день закрыта. Такое впечатление, что для того, чтобы получить какую-то информацию. Ну, информация это может быть, да, то есть как сообщение какое-то. Это может быть письмо. Это может быть документ какой-то официальный. То есть все, что угодно. Вот вам как будто бы нужно будет обращаться к человеку, который, знаете, выше вас по социальному статусу, допустим. Ну, вот обращаться к кому-то, как из руководства. Не знаю, вот эти люди, вот и кому вы обратитесь, я думаю, что они смогут вам помочь. Вот. Поэтому вот так. Действуйте, действуйте. Я думаю, что у вас все получится. Далее. Тельцы. Карта дня для вас. Тельцы. Для тельцов хороший день. Очень продуктивный. Вы распутаете какую-то, я не знаю, какую-то загадку. Какой-то клубок сможете распутать. Все станет на свои места. Примите определенное решение. Поставите точку в каком-то вопросе. То есть никаких сомнений у вас уже не будет. Сможете очистить пространство, в котором вы находитесь. Сможете навести порядок в ваших делах, в личной жизни. То есть тут будет принято решение. Все. Вокруг да около выходить больше не будете. То есть есть определенный план, есть вот решение, да, вот как нужно действовать. То есть и, соответственно, человек приступает к реализации уже задуманного. Близнецы. Карта дня для вас. Близнецы. Для близнецов спокойный день. Вы что-то вынашиваете, какие-то планы у вас есть на дальнейшее. Притом планы скорее будут касаться вашей деятельности. Можете рассылать свое резюме, какие-то отправлять. Ну или, в принципе, или вакансии какие-то искать. Вот мне кажется, это будет больше связано с делами, с работой. Очень много переписки может быть. То есть с кем-то будете переписываться, общаться, отправлять письма. Но я вам скажу так. Если вас пригласят на какую-то работу, которую, правда, вам нужно будет как подождать. То есть вы можете получить приглашение, но вступить в какую-то должность вы можете чуть погодя. Вот эта работа будет вам во благо. То есть это что-то будет для вас очень стабильное, конкретное и, ну, скажем, всерьез и надолго. Поэтому предложение, которое вы получите в этот день, стоит все-таки рассмотреть и отнестись к нему серьезно. Так. Раки. Раки. Карта дня для вас. Ну, на самом деле, это та карта, которая выпадала вчера, на сегодня, да, на 1 мая. Королева кубков. День достаточно хороший, благоприятный. И смотрите, эта карта у нас выпадала на вопрос, как пройдется планированная встреча. Встреча пройдет хорошо. То есть, если вы планируете с кем-то встретиться, или это может быть случайная какая-то встреча, она будет вам во благо. Обратите внимание на вашу интуицию и на то, что вам снится. То есть вы можете получать какие-то сигналы свыше, скажем так. Важную роль будет играть некая близкая женщина. Но смотрите, здесь еще какая ситуация может быть. Если есть угроза от какого-то человека, да, или вот какие-то неприятности в делах, там, в работе, допустим, потому что это еще и рабочая карта, вам следует обратиться, да, вот кому-то за помощью. Вот здесь вам необходимо, чтобы кто-то за вас как или заступился, или поддержал, поспособствовал вам. Вам вот нужна поддержка какого-то человека. Потому что есть, во-первых, страх, есть какие-то трудности, вот в определенной сфере. Но у вас есть человек, который может вас поддержать. Это очень важно. Так, львы, карта дня для вас, львы. Для львов отличный день. Любовь, счастье, хорошее настроение, прогулка возле водоема, новое начинание. Любовь может зародиться, да, симпатия. День достаточно такой, благоприятный для вас. И вот, знаете, здесь вот какая-то будет у вас, будет чувство наполненности, какая-то стабильность у вас появится. Вы сможете как заикариться, закрепиться зачем-то. То есть вот не будет каких-то колебаний в вашей жизни, чему вы будете рады. Можете принимать участие в этот день в каких-то обрядах, церемониях, допустим. Ну, можете принимать участие, что тоже будет для вас хорошо. Девы, карта дня для вас. Девы. Девы. Девы здесь будут строить планы, о чём-то мечтать, к чему-то стремиться, да. То есть есть какое-то у вас желание, есть какая-то мечта, в которой вы стремитесь, и вы не жалеете себя. Я не ту колоду взяла. Ну, давайте посмотрим дело. Ну, есть желание, да, вот какое-то связанное с вашим домом, с вашей семьёй, с вашими родными, близкими. Но, понимаете, то, что вы делаете, то, к чему вы идёте, это правильно. То есть это какой-то вот правильный путь развития определённой ситуации. Поэтому не сомневайтесь. То есть те события, которые происходят в вашей жизни, они не случайны. Так предначертано свыше. Так должно быть. То есть вы на правильном каком-то пути. То есть если у вас есть сомнения, что да, могло бы быть по-другому или как-то не так. Не могло. То есть всему своё время. И то, что происходит в вашей жизни, оно происходит вовремя. И вот вы на своём пути. То есть вы продвигаетесь вперёд вот по своему пути. Вы не сбились с него. Нет. Потому что мы видим перед звездой, да, вот как озарён вот этот путь. Он освящён. Так вот, вы идёте по своей дороге. У вас идёт развитие. Развитие вверх. Поэтому не сомневайтесь и не переживайте. Весы – карта дня для вас. Но для весов хороший день. Сила. Смотрите, здесь какое-то идёт принуждение по этой карте. Как будто бы девушка там запугивает этого льва. Что-то она от него там требует, указывает ему на что-то. То есть здесь не исключено, как будто какая ситуация, что может быть кто-то будет от вас что-то требовать, кто-то будет вам указывать на что-то, помыкать, да, призывать вас каким-то действием, какой-то дороги, каким-то переменам. Но я думаю, что у вас не будет желания активно действовать, что-то предпринимать в этот день. Несмотря на то, что вот вас могут заставлять, вынуждать, шантажировать, допустим. Ну, такое. Обратите внимание, во-первых, ещё на домашних животных, если они у вас есть. Дальше. Что здесь ещё? Благоприятный день для физиопроцедуры. Притом, скорее всего, что это что-то связано с суставами. Вот. Мне так кажется, что это, скорее всего, что связано что-то с суставами. Ну, в общем, вот так. Займитесь здоровьем. Оп. Скорпионы. Карта дня для вас. Скорпионы. Скорпионы. Карта дня для вас. Для скорпиона в хороший день. Будете любопытство проявлять какое-то, что-то вам очень будет интересно. Как будто захотите просочиться сквозь какую-то стену, дверь. То есть вам что-то нужно будет срочно узнать. Кого-то увидеть. Будете за кем-то наблюдать, проявлять интерес. Ну, потому что у того, кому направлен ваш интерес, вот у этого человека есть что-то такое, чего нет у вас. И вот вам бы этого хотелось. То есть тут вот, я не говорю о том, что это зависть, нет. Но вот вам бы чего-то такого хотелось, что есть вот у других. И вот вы будете думать, как же вот этот человек добился, допустим, чего-то, добился какого-то статуса, положения. Или где-то человек купил себе такую хорошую вещь какую-то. Там вот напрямую вы подойти спросить не можете, но вы будете вот наблюдать. Наблюдать за кем-то. Стрельцы, карта дня для вас. Для стрельцов день хороший, спокойный, любовь, общение, гармония, понимание, принятие. Встреча с какой-то приятной женщиной у вас будет, получение какого-то мудрого совета. Оказание медицинской помощи, возможно, в этот день. То есть, ну, в принципе, все для вас будет хорошо. Козерожки, дорогие, карта дня для нас. Карта дня для нас. Ну, для козерожек день будет активный. Вы будете стараться что-то выяснить, что-то прояснить, заглянуть куда-то. Ну, или кому-то на страничку, я не знаю. То есть, вот как будто бы вы за кем-то наблюдаете. Появляете кому-то живой интерес. Но здесь может быть беспокойство за какого-то человека. Но, тем не менее, я думаю, что вопрос решится. То есть, здесь открытая какая-то информация может быть. И я думаю, что вопрос решится благополучно. Водолея, карта дня для вас. Для водолеев хороший день. Получение каких-то денег, да, получение финансов. Можете кого-то пригласить к себе в гости. Или пойдете кому-то в гости. Можете сделать подарок цены для кого-то. В гости, если пойдете, не пойдете с пустыми руками. Понятное дело. То есть, здесь какая-то дружба, общение, коммуникация. Будете налаживать определенные контакты. Взаимовыгодные связи. И рыбки. Рыбки, карта дня для вас. Для рыбок день такой хороший. Будете продвигаться вперед. Будете строить какие-то планы. Возможно, поездка. Общение. Решение вопросов, связанных с какой-то дорогой. Развитие каких-то дел. Исполнение желаний. Получение прибыли. В общем, все хорошо. Я благодарю вас за внимание. Кому понравилось, ставьте лайк. Всего доброго.